Приветствую всех, друзья! На связи с вами Владимир Медведев, проект EliteInfobis. И в данном обзоре я бы хотел протестировать проект, который предлагает нам пройти опрос от мировых компаний и получить денежное вознаграждение за проделанную работу на таком вот сайте. Сайт довольно-таки короткий, в целом ознакомиться с ним вы сможете и самостоятельно вполне успешно. Сейчас же я предлагаю его протестировать. А для этого пройдем опрос, переходим к нему. Загрузка Так, я за женат Есть и ноутбук, и телефон, и планшет И банковскими, и страховыми, и риелторскими, и медицинскими Тургент, красоты Отправляем Благодаря тому, что мы немного рассказали о себе, система проверяет наши ответы и подбирает для нас денежное вознаграждение за проделанную работу. Ожидаем Так, и сумма нашего вознаграждения составила 25 018 рублей. Вывести можем на банковскую карту или интернет-кошелек. Выбираем электронный кошелек, вставляем номер нашего Яндекс кошелька, жмем «Вывести деньги». Подтверждение нашего счета идет, просит не закрывать страницу, подтверждение и все вот эти вот операции нам демонстрируется такой вот гиф-картиночкой. То есть, на самом деле, здесь ничего не проистекает. Чтобы получить денежные средства, нам необходимо совершить тестовый платеж и подтвердить наш счет в системе, заплатить за это 150 рублей. Если жмем, переадресовывает нас для оплаты этого тестового платежа для подтверждения счета на такую вот форму от сервиса ePay. И предварительно, перед тем, как делать данное тестирование и производить обзор, я разыскал в своем каталоге сервиса товарища, который будет принимать с нас вот эту вот оплату. Автором этого проекта является такой вот товарищ под логином Абрамович, который у нас уже в обзорах мелькал неоднократно. И специализируется он, собственно, на том, что выпускает мошеннические проекты разнообразные. В данном случае именно он тестовый платеж для подтверждения счета на 150 рублей будет с нас получать. А также, если откроем дополнительные цены сайта, то увидим, что после этого он за комиссию в качестве оплаты комиссии обменного пункта затребуется у нас 482 рубля. За формальный аттестат какой-то еще 563 рубля. И за досрочный банковский перевод 619 рублей. Наличие этих дополнительных цен нам ярко свидетельствует о том, что, скорее всего, этот товарищ данный проект создал также не для того, чтобы предоставить нам какое-то вознаграждение за участие в вопросах, а для того, чтобы ввести в заблуждение и выманить весь вот этот вот ряд платежей. Если нажмем по ссылке из каталога, переадресовывает нас на главную страницу этого сайта с опросами. Более того, по сети гуляет еще один абсолютно аналогичный сайт. Принадлежит он этому же самому господину. Отличается только тем, что расположен на немного ином поддомене. Здесь опрос qrmany.ru, здесь вопрос qrmany.ru. А также, если в нашем случае мы производим оплату через форму от сервиса IP, в случае с данным проектом вы платить будете через форму от сервиса ClickPay24, что, в сути дела, менять не будет. Скорее всего, и тот, и другой проект мошеннический. Но дабы никого ни в чем голословно не обвинять, я сейчас произведу все же этот платеж для совершения теста. Чтобы зря не отнимать ваше время, приостановлю пока что запись этого видео на паузу, а после успешной оплаты заказа продолжу, и мы посмотрим, что именно нас будет ожидать. Тестовый платеж для подтверждения счета мы успешно произвели. Нам предоставили следующую ссылку. Жмем. Проверяют подтверждение нашего счета. Просят не закрывать страницу. Ожидаем. Счет успешно подтвержден. Вы можете вывести деньги на счет. Но чтобы моментально получить всю сумму, необходимо оплатить комиссию обменного пункта в 481 рубль. Если жмем, переадресовывает нас вновь на ту же самую форму оплаты от сервиса ePay, где, собственно, требует произвести оплату на 482 рубля. В общем, на 1 рубль где-то мошенник ошибся, но не суть важна. Даже в качестве тестирования производить этот платеж не имеет никакого смысла, поскольку по стольку. Как мы ранее могли наблюдать в дополнительных ценах к данному проекту, первым-наперво нам на этом сайте выставили счет на оплату. Для подтверждения тестового платежа на 150 рублей. После чего, платив, мы получили вот такое вот требование заплатить комиссию обменного пункта на 482 рубля. Как вы понимаете, если мы произведем эту проплату, далее с нас затребуют еще 563 и 619 рублей. А в конце концов, никаких 25 тысяч рублей, обещанных из данного проекта, мы так и не получим, поскольку изначально он разрабатывался не с той целью, дабы предоставлять кому-то возможность для заработка на прохождение опросов, а для того, чтобы вводить людей в заблуждение, выманивая вот эти вот платежи, которые я вам только что показал. Посему я вам категорически не рекомендую связываться с данным проектом и что-либо на нем оплачивать. А на этом данный обзор подошел к концу. На связи с вами был Владимир Медведев, проект Elite InfoBiz и до скорых встреч.